Здравствуйте! Это программа «Персона Грата». Партнер передачи натуральный кофе «Любой» Экстра Арабика. Кофе молотый для приготовления в турке. Сверхтонкий помол, средняя степень обжарки зерен, во вкусе раскрываются легкие цитрусовые нотки, шоколадные полутона. Купаж отборных сортов арабики с лучших плантаций мира. День народного единства. Страна отметит 4 ноября. Мероприятий масса, многие традиционные. Совершенно точно, нескучно и познавательно в эту субботу будет на площади Ленина в полдень. В этом уверены организаторы большого хоровода единства. По задумке, синхронно в 100 городах и весях России на площадке выйдут тысячи людей. Возможно, много больше, десятки или сотни тысяч. Чтобы встать в символический хоровод, один на всю страну. Подробности уже через минуту, а прямо сейчас пролог. В нем президент России о дне народного единства. Если мы посмотрим в историю, взглянем, то мы убедимся в том, что когда мы были едины, мы всегда добивались ярких побед. А когда были разобщены, то сталкивались с трагедиями, с распадом, с бедами и страданиями миллионов наших граждан. Сталкивались с ложными ценностями, с преступными амбициями и общенациональной бедой. Поэтому сегодня так важно осознать себя единым народом, несмотря на все наше многообразие. В нашу студию мы пригласили регионального организатора хоровода единства Евгения Серебренникова, персона Грата. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами, Евгения. Рассказывайте сразу, сходу, что такое хоровод единства и кто может принимать в нем участие. Можно ли с детьми прийти? Хоровод единства в самом своем названии как раз-таки и несет основную мысль этого мероприятия. Мы хотим объединить всех жителей нашего замечательного города, наших земляков, гостей города от мала до велика, от самых юных до почтенных старцев. То есть прийти можно всей своей большой семьей? Всей большой семьей, с друзьями, со знакомыми, с родственниками и встать в хоровод, объединив все наши добрые помыслы. Вы выбрали, кстати, смелую такую площадку, площадь Ленина. Ожидаете большого количества участников? Ну, как правило, 4 ноября такой праздник, к которому люди неравнодушны и ежегодно на площадь выходит достаточно большое количество людей. Это суббота, это не будний день. Это суббота. Но я думаю, что такое мероприятие должно быть интересно жителям нашего города. И я думаю, что они поддержат наш хоровод и сами с удовольствием закружатся в хороводе. Сама идея откуда пришла? Я знаю, что в этом году это впервые. Это впервые в России, да. Но участвует-то уже 100 городов. Это значит, что с каждого региона аж по два, наверное. Идея возникла в Санкт-Петербурге. Организаторы фестиваля хороводы России в августе этого года провели огромный хоровод, хоровод мира, где участвовало около 3000 человек на Дворцовой площади. И так как был такой отклик со стороны гостей Санкт-Петербурга, жителей Санкт-Петербурга, при поддержке, конечно, комитета культуры по Ленинградской области и по городу Санкт-Петербургу, то организаторы решили привлечь к такому мероприятию и другие города. И в День народного единства объединить другие населенные пункты, столицы, города, поселки, деревни. Не только крупные ведь населенные пункты участвуют. Не только крупные, конечно. Конечно. Каждый желающий может заявиться в хоровод единства непосредственно вот этот большой и провести в своем городе. Ну, конечно, при поддержке администрации или глав районов замечательный хоровод единства. И неважно, будет ли в нем 3000 человек или 10-15. Посмотрим сейчас небольшое видео о том, как все происходило в Санкт-Петербурге 15 августа этого года. Хоровод мира на Дворцовой площади. До новых встреч! Евгения, ну у нас были ли сложности с организацией, как вас поддержали власти, поддержали ли они этот проект, что говорили, когда вы к ним приходили? Да, наши власти нас поддержали, идея хороводов им очень приглянулась, и правительство Орловской области пошло на нас встречу, нас внесли в список мероприятий 4 ноября, мы очень хорошо пообщались со всеми организаторами от области, от города, и при их содействии, их поддержке 4 ноября на площади имени Ленина, в центре нашего города состоится хоровод единства. То есть, правильно ли я понимаю, была выделена площадка, смелая, как уже было сказано, центральная площадка, что еще будет, чем помогли? Ну, также хотелось бы огромную благодарность выразить нашему другу, соратнику, нашему партнеру, это городскому парку культуры и отдыха, потому что такое серьезное ответственное мероприятие требует хорошей подготовки. А так как у нас осень, и погода нам каждый день какие-то сюрпризы преподносит, городской парк предоставил нам помещение для наших постоянных регулярных репетиций. То есть, это еще и репетируется? Да, это репетируется, конечно. Это не импровизация? Не импровизация, потому что мы люди ответственные, мы понимаем, какая на нас возложена миссия, и мы хотим, чтобы хоровод единства прошел без сучка и задоринки. Так, но если это все репетируется, правильно ли я понимаю, что вот сейчас сидящие у экранов и пожелавшие прийти уже не смогут встроиться в этот большой хоровод? Могут, безусловно, могут. Организацию на себя взял клуб «Вечерки в Орле». Люди, которые знают, как водить хороводы, разные фигуры хороводные. И, конечно же, для того, чтобы организовать большое количество людей, пришедших на площадь, надо в первую очередь суметь себя организовать. И именно для этого в городском парке мы проводим репетиции. Но на эти репетиции мы также приглашаем всех желающих, кто хочет стать хороводником, организатором. Завтра будет репетиция в 18.30 и 3-го числа, накануне, будет генеральная репетиция непосредственно на площади. Также вечером в 18.30. Любой желающий может к нам присоединиться, заранее попробовать свои силы в хороводах, потому что хоровод – это не только круговая фигура. Вот, Евгения, вот о чем я хотела спросить. Вы-то опытный уже хороводовед, а для многих сейчас будет просто открытием, что хоровод – это не только затяжная проходка по кругу большого количества людей. А что это еще такое? Потому что фигура масса и варианты различные. В нашем понимании в современном для нас хоровод является самой элементарной, самой простой танцевальной фигурой. Знакомой с детства. Знакомой с детства, да. Встали у елочки, вводим хоровод. И если мы обратимся к словарям Ожегова, далее, то в принципе там тоже мы видим толкование того, что хоровод – это некий сбор людей, как правило, сельской, деревенской молодежи, и которые коллективно осуществляют в основном круговые движения. Но этнографически мы знаем, что хороводы водились в разных регионах по-разному. На севере, в Архангельской области, больше было принято водить линейные хороводы. Это нам знакомые ручейки. Это тоже хороводы? Да, это тоже элемент фигуры хоровода, только она выстраивается в две линии, как правило, мужчины напротив девушек. Вот. Также одна из очень популярных фигур хоровода – улица. Вот. Или еще по-другому ее называли стенка. Вот в Московской области нам ближе улица. Больше, конечно, к северу относится. Это что такое? Это тоже элемент хоровода, когда пары проходили по улице, показывая различные фигуры, чаще всего кадрильные. Но тоже это относится к фигурам хоровода. Также очень необычный, очень интересный и безумно красивый квадратный хоровод. Его, как правило, танцевали осенью. Но это, возможно, связано с какими-то более древними сакральными значениями, пробуждение земли весной. Поэтому мы в хороводах заводили круг, а осенью как бы земля готовится к земле, засыпает. Круг, потому что солнце и рождение пробуждение. Да, а квадрат – это вот как бы символ сна. В наших хороводах 4 ноября будут тоже представлены все фигуры. Мы будем танцевать и круговые хороводы, и линейные будут у нас хороводы, волна, ручеек, квадратный хоровод, безусловно, тоже будет. Каждый может попробовать себя в этом очень интересном виде хоровода. Ну и завершим мы все хороводом единства, когда мы все объединимся, станем плечом к плечу, крепко прижмемся друг к другу. И почувствуем вот это вот единение между каждым из нас, кто придет и будет кружиться в хороводе. И регионами-то тоже нужно будет прочувствовать в эту минуту единения. Так как по всей России… 100 городов. Да, более 100 городов, более 100 хороводов, мы будем передавать еще эстафету другим городам. Потому что в каком-то регионе, в соответствии с нашим часовым поясом, хороводы начнутся гораздо раньше. И вот в соответствии с часовыми поясами мы будем передавать эстафету другим городам. И финальный хоровод уже подсчитает общее количество участников. То есть не только мы будем передавать эстафету, говорить, что мы начали, но мы также будем примерно передавать и числовые значения. Сколько человек участвует в нашем хороводе. Это будет все приплюсовываться, и в итоге будет такое общее число. А так уж вся Россия-то участвует? Или не все регионы откликнулись? Ну, не все, конечно. Потому что это акция новая. Это первый год, и, возможно, не все о ней услышали вовремя. А для того, чтобы заявиться в хоровод единства, конечно, нужно было время, чтобы договориться с администрацией центров областных или районных. В зависимости от того, как у населенных пунктов участвуют. Должен быть еще и костяк организаторов. Но главное, что участвуют столицы, Санкт-Петербург, Москва. Участвуют основные такие федеральные округа, да, вот Орел, Сочи. Также многонациональный Татарстан участвует. В Казани будет большой хоровод. Небольшие поселки, такие как Инской, Зеленодольск. То есть очень много, и всех их не перечислишь. Но я думаю, что в следующем году будет намного больше участников. И это будет доброй традицией. Так, вы сейчас сказали, что, возможно, не все узнали об этом вовремя. А здесь-то у нас в Орле сложности какие-то с рекламой есть, с распространением информации. Как вообще позиционируете себя, чтобы вас услышали и чтобы стать узнаваемыми уже на этом этапе? Ну, всем в помощь нам интернет. Конечно, основную информацию мы... Группу в соцсетях? Да, группу в соцсетях. Есть группа в соцсетях хороводы «Единство в Орле». Также под хэштегом «Хоровод в Орле», «Орел вводит хоровод», «Хоровод единства в Орле». Любой зритель может посмотреть, когда это будет, что это будет, и подписаться на нашу рассылку новостей. Ну и плюс, конечно, средства массовой информации, которые поддерживают наши инициативы. Если говорить еще о том, что будет происходить непосредственно на площади Ленина, вот то видео, которое из северной столицы, и оно уже обошло, собственно, всю сеть. Выступления с трибун, вокал, коллективы, которые исполняли песни, конечно, сами хороводы, иногда часто костюмированные. А вот у нас, если говорить о самом действии, что будет происходить? У нас тоже планируется... И нужен ли костюм? Костюм? Желательно. То есть, конечно, все хороводники, организованные участники, они будут все в родном национальном костюме. Так как это хоровод единства, мы тоже решили объединить не только людей из «Вечерок в Орле», да, но и привлечь к этому мероприятию также наше будущее. Маленькое, небольшое лирическое отступление «Вечерки в Орле» – это клуб, который занимается... Клуб, который занимается возрождением, сохранением традиций. Вот. И также мы решили привлечь к этому мероприятию и совсем юных наших орловчан. Поэтому непосредственно в День народного единства некоторые хороводы мы будем вводить под живое исполнение наших детских фольклорных ансамблей. Будет выступать солистка фольклорного ансамбля Наташа Калиновская, наша звездочка, наша Соловушка Орловская. Также будут участвовать дети дошкольного возраста, совсем маленькие, которые прочтут патриотические стихи. Помимо этого будет также звучать замечательная музыкальная композиция нашей с вами «Землячки», композитора, автора слов Елены Гомановой «Край родной». То есть мы старались еще, чтобы в нашем мероприятии прозвучали различные музыкальные и поэтические строки наших земляков. То есть стихи, которые будут читать дети, это стихи наших орловских поэтов. То есть мы еще ставим такую вот галочку на патриотизм. Региональный наш акцент, на наши региональные особенности. Да, и также будет, открою секрет, традиционный русский чай, потому что погода у нас промозглая, холодная, и чтобы не замерзнуть, то можно согреть будет душу чаем из настоящего русского самовара. Согреть душу, как хорошо вы говорите. Бесплатно. Праздник-то молодой, 2004-го, по-моему, года празднуем. То есть в нашем-то с вами детстве не было его. Не было, да. Но вы сейчас, как еще и как преподаватель, как человек, который очень хорошо знает подрастающее поколение, наверное, имеете представление о том, как правильно праздновать, что нужно делать. Ну, в самом празднике заключается основная миссия этого праздника. Это единство. Я думаю, что в этот день, конечно, стоит нам всем вспомнить о том, что мы люди с огромной культурой, с огромной историей, и что мы все имеем огромное количество братьев, сестер на других территориях нашей бывшей, когда-то большой страны. И поэтому не стоит забывать, что рядом с нами живут люди разных конфессий, разных национальностей. И самое главное – быть терпимее к друг другу, уважать традиции и культуры народов, русского народа, малых народов России. И объединять это все, и строить нашу Россию доброй, и стремиться к миру, к единению политических ли, культурных взглядов, мировоззрений. Вот я думаю, что, наверное, этот праздник очень важен для нас, чтобы мы в этот день вспомнили, что открыли даже страницу в соцсети, посмотрели, где у нас находятся друзья. А друзья у нас везде – и на севере, и на юге, и в Белоруссии, и в Украине, и в других странах и городах. Поэтому вот этот день, наверное, для того, чтобы вспомнить, что мы народ, и мы едины. Вместе мы непобедимы. Ну, на этом мы заканчиваем. Благодарю вас за интервью. Спасибо большое. И вам спасибо. У нас в гостях был оригинальный организатор хоровода «Единство» в Орле Евгения Серебренникова. Субтитры подогнал «Симон»!